Говорит Спортрупор и сегодня я обновлю информацию о велосипедном рынке России, потому что, как вы сами понимаете, он стремительно меняется. И то, что я скажу прямо сейчас, уже может быть неактуальным буквально за 1-2 дня, но я постараюсь дать максимально полезную инфу и попытаться заглянуть, ну, буквально на несколько дней в будущее. Начнем с того, что прямо сейчас происходит истерия на экономическом рынке России, причем абсолютно во всех сферах. Причем экономика именно на поверхности связана с двумя ключевыми факторами, потому что, конечно же, там есть и другие глубинные вопросы, но тем не менее. Первое — это курс, и он нестабилен вовсе, то есть он прыгает изо дня в день как болванчик, и невозможно импортным компаниям строить какое-то планомерное развитие дальше, и вообще, как им реагировать на ситуацию в целом. И второе — это политический аспект, когда происходит большая массированная информационная компания, и плюс ко всему прочему некоторые компании отказываются или ставят на паузу свое сотрудничество, ну вот, все в этом роде. И, кстати, друзья, многие компании под политическими мотивами останавливают или ставят на паузу свою деятельность, хотя на самом деле в этом есть абсолютно практический экономический смысл. То есть некоторые компании, понимая то, что в мире есть куча рынков, куда можно сбыть свою продукцию, и в то же время в России они как бы чувствовали себя ни шатка, ни валка, они просто перегруппироваются и переходят на другие рынки, перебрасывая туда свои ресурсы, и, помимо всего прочего, получают пиар-очки. Но давайте детализировать велосипедный рынок в России и разбирать именно компании-поставщики, которые поставляют к нам на территорию эти самые велосипеды. Для начала начнем деление по уровню компании, то есть есть у нас маленькие поставщики, которые поставляют небольшое количество велосипедов, и есть средние плюс большие поставщики, потому что они на самом деле имеют цифры плюс-минус равные друг другу. К таким поставщикам можно отнести те же компании, которые поставляют на территорию России велосипедные бренды как Feld, Argon 18 и какой-нибудь Superior. И данные поставщики, по сути, продают только те велосипеды, которые есть в наличии на территории России и нисколько больше. И мало того, что она увеличится, у данного типа поставщика эта цена будет самая ощутимая с точки зрения процентного прироста. Это связано с тем, что сейчас цель этих компаний заработать с одной единицей велосипеда как можно больше, потому что абсолютно непонятны дальнейшие поставки велосипедов на территорию России в краткосрочной перспективе. Теперь приходим к большим поставщикам, которые поставляют велосипеды на территории России, и их можно разделить на три подгруппы. Первая группа — это большие поставщики, у которых на данный момент нет особого ассортимента в наличии на территории России. К ним относятся такие поставщики, которые, например, ввозят на территорию России Meridu или Giant, и, по сути, они оказались в довольно странной ситуации. С 25 февраля они, по сути, поставили на паузу свою торговую деятельность, потому что, понятное дело, колебания курса и так далее не дает им возможности взять и продавать велосипеды по какой-то объективной цене. Причем точно так же непонятно, а что делать с поставками, которые вообще могут не прийти в целом, но, тем не менее, за них типа надо как-то платить. А в валюте сейчас непонятно, как платить. Ну, короче, это одна огромная проблема. Поэтому эти компании будут сидеть и выжидать ситуацию, пока что-то не начнет плюс-минус проясняться. Вторая подгруппа — это те поставщики, у которых есть наличие. И, по факту, это всего одна компания под названием Trial Sport. В начале той самой истерии в Триале начали сметать велосипеды один за другим. И, на самом деле, даже несмотря на это, в Триале еще осталось приличное количество нормальных велосипедов. Кроме того, Триал нельзя сказать, что просто радикально повысил цены. То есть, это достаточно объективное повышение. То есть, я нашел следующую закономерность. Outlip повысился на 10%, Mongoose и James повысились примерно на 15%, а Cannondale повысился на 15-20%. И третья группа — это представительства, которые работают на территории России. И это, в каком-то смысле, частично Скотт и в полной мере компания Specialized. И, судя по слухам, а на самом деле уже и не по слухам, компания Specialized останавливает свою деятельность на территории России. Причем она выполняет какие-то 1-2 поставки по своим обязательствам и, по сути, ставит на паузу собственную компанию. У компании Скотт тоже очень непростая ситуация, но она в большей степени связана с внутренней кухней с точки зрения кредитования. Поэтому не исключаю, что компания Скотт тоже может сделать какой-то радикальный шаг, правда, непонятно в какую сторону. И третья группа — это отечественные компании, которые занимаются собственными велосипедными брендами. Причем они имеют аж две подгруппы. Первая подгруппа — это те компании, которые производят или собирают велосипеды на территории России. То есть самым ярким примером являются компании Stealth и Forward. Тут, с одной стороны, у компании должно быть все хорошо, потому что им дали просто карт-бланш на деятельность на территории России. То есть, по сути, конкуренты все без исключения чувствуют себя плохо, но на самом деле и с комплектующими тоже есть свои проблемы конкретно у этих производителей. То есть, если мы говорим, например, про какую-то линейку навигатора от того же Stealth, то, безусловно, сейчас есть какие-то велосипеды в наличии. Но вот перспективы собрать новые велосипеды, безусловно, туманны, так как непонятно, когда компании получат комплектующие. Но зато с остальными, самыми простыми велосипедами проблем быть особых не должно. Желание они просто завалят. Ими целый велосипедный рынок. И вторая подгруппа — это отечественные компании, которые заказывают велосипеды под своими марками в том же Китае или в Тайване. Это такие компании, как Sportmaster, Kant и другие. Они сейчас, безусловно, работают над перестроением своего бизнеса с точки зрения ведения взаиморасчетов между контрагентами в том же Китае или в Тайване, а также выстраивают новые логистические цепочки, чтобы получить заветные велосипеды, которые они 100% заказали на этот сезон. В целом, в том же Sportmaster'е Штернов на самом деле достаточно приличное количество, поэтому какого-то дефицита прямо здесь и прямо сейчас мы испытывать не будем. И в том же Decathlon'е наличие тоже есть прямо сейчас, потому что мало кто знает, что Decathlon производит львиную долю своих велосипедов тоже на территории России. Но тут есть такой нюанс, что Decathlon может пойти по дорожке тех же компаний, которые ввели санкции против России и приостановить свою деятельность на неопределенный срок. Хотя на самом деле от французов это встречается крайне редко. Все же, если немцы могут пойти на какой-то принципиальный излом, то французы обычно юлят и все такое. Вот такая вот информация по поставщикам на сегодняшний день на территории России. То есть ждем и смотрим, что происходит дальше, потому что ситуация меняется просто каждый день. Я сажусь делать выпуск на одну тему, мне по сути каждый день приходится ее перекраивать, потому что информация стремительно несется вперед. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А с вами был Спортрупа и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok